приветствую зрители мы находимся в алексеевском районе москвы и сейчас прокатимся по вот этим кварталом введенные дома красной линией это рижский проезд и улица павла корчагина кому интересно поехали итак мы с вами подъезжаем к дому 2 дробь 1 по улице павла корчагина 1956 год постройки прямо у нас первый рижский проезд сейчас за этим домом мы заедем во дворы и покатаемся проедем до улицы бориса галушкина сначала вдоль рижского проезда а затем уже вернемся по улице павла корчагина сюда же и вот дом 3 первый рижский проезд перед нами восьми этажный кирпичный дом сейчас мы его объедем с вами и и со двора также его увидим на это дом 2 дробь 1 перед нами с которому начали его двор в самом конце ролика также по нему проедем на сейчас двор дома 3 перед нами будет вот так он выглядит и мы едем к дому 1 дробь 5 по по рижскому проезду были построены метростроевцами метростроем для своих работников до этого здесь где-то находились их бараки в которых они жили ну и рижский проезд назван был в 1958 году по тогдашнему рижскому району москвы на вот и дом 1 дробь 5 рижский проезд так выглядит его двор 1955 год постройки дом кирпичный восьми этажный так вот он выглядит этот домик проезжаем его и сейчас проедем также двором точнее сказать в глубине двора прокатимся слева что у нас находится вот там и вот мы уже в этой части двора находимся в глубине двора дома 1 дробь 5 следующий дом что мы будем проезжать это уже будет дом 3 по рижскому проезду дом построен в 1955 году также метростроевский доме я насчитал 11 этажей хотя написано про него что в нем 10 этажей что он вообще разноэтажности 7 10 этажей написано со двора по крайней мере 11 этажей я насчитал высота потолков доме 3 метра 20 сантиметров также не знаю насколько это правдивая информация за этим домом через железную дорогу в парке сокольники находится большой путяевский пруд он же 1 вот такой домик проезжаем сейчас увидим его за углом вот так он выглядит что там застеклено наверное лифты и лестница даже не знаю скорее всего лифты следующий дом 5 перед нами восьми этажка кирпичная 1954 года постройки и и по имеющимся у меня данным также метростройский дом высота потолков 3 метра 20 сантиметров в нем написано и вот мы проезжаем по его двору с противоположной же стороны дома через дорогу находятся гаражи затем железная дорога за которой уже парк сокольники находятся на вот так прямо за домом проходит улицы кибальчича которую мы проехав этот дом будем пересекать сейчас уже будет виден дом 8 по улице павла корчагина он прямо находится 1958 года постройки на мы выезжаем на улицу кибальчича и сейчас пересечем ее и перед нами следующий дом и это будет уже дом 7 а это дом 10 сейчас виден по павла корчагина на вот и дом 7 перед нами это также кирпичная 8 этажка 1957 года постройки высота потолков уже немножко снизилась 3 метра за этим домом находится железнодорожная платформа маленковская ярославского направления также в этом доме есть продуктовый магазин на углу с улицы кибальчича дом 5 подъездный ну собственно вся информация об этом доме мы его уже и проехали практически и перед нами следующий дом тоже будет дом 9 естественно 9 этажный дом 1957 года постройки виден детский сад 1977 года постройки действующий детский сад на вот так выглядит дом 9 высота на потолкового доме также 3 метра 20 сантиметров детский сад же у нас номер 1503 ну и вот на проезжаем двор дома 9 такой вот интересный домик кирпичный позже поедем уже пары по противоположной стране там у павла корчагина следующий дом на горизонте дом 11 это уже восьмиэтажка 1957 год постройки высота потолков 3 метра в доме тут хоккейная коробочка находится слева и вот мы приезжаем двор этого дома так он выглядит с противоположной стороны дома имеется супермаркет но вот мы его уже почти проехали с вами такой вот домик выезжаем дом 14 прямо по павла корчагина а мы сейчас будем пересекать прыгк корректируемый проезд какой-то там номер их масса в москве вот этот самый проезд и далее еще один дом будет дом 16 по павлу корчагина был вот этот это уже дом 13 по рижскому проезду восьмиэтажный дом 1956 года постройки видна розовая школа 1950 года постройки с пристройкой 2000 года а мы заезжаем во двор дома 13 с этой страны он из красного кирпича высота потолков 3 метра 20 сантиметров 5 подъездов в доме вот мы и проезжаем по его двором такой интересный дом тоже на там школа также 1503 сейчас часто такое встречается что и школы и детские сады именуются школами и номер у них один и тот же также сразу после этого дома начнется территория московского политехнического университета факультет экономики и управления тут будет несколько общежитий этого университета вот это вот одно из них 2012 года остальные более ранние постройки в основном пятидесятых годов тогда же когда застраивалась здесь все пятьдесят шестой и позже вот одно из общежитий мы проезжаем и вновь школам вот эта часть пятидесятого года постройки и к ней пристроена в двухтысячных годах что то еще теперь мы уже едем по улице павла корчагина справа у нас учебный корпус так выглядит длинненький слева здесь находится колледж современных технологий павла корчагина 17 здание похоже очень на школу но почему похоже собственно так строили тогда школы 1959 года постройки сейчас вы сами в этом убедитесь что здание копия любой школы тех времен тем не менее это колледж так выглядит ну и сейчас мы с вами проедем еще вот этот дом по улице бориса галушкина и также проедем оставшийся там один дом по рижскому проезду и так бориса галушкина 26 восьмиэтажный кирпичный дом 1960 года постройки сейчас мы его объедем с вами вот так выглядит этот дом что здесь находится вы видите а вот монет стало интересно что вот здесь находилась с момента постройки может какой-то магазин был даже не знаю никакой информации не нашел какой-то клуб находился для детей там с морской тематикой это я прочитал но вот в этом доме конкретно в том ли помещение я не знаю вновь поворачиваем в рижский проезд здесь гаражи там будут перед железной дороги на этот дом 17 1959 год постройки восьмиэтажный кирпичный дом который мы сейчас своим проедем ну и как я говорил перед железной дорогой здесь находятся гаражи далее огороженная территория общежития политеха там находится впереди а мы заезжаем и сейчас со дворов проедем дом 17 дом 26 по бориса галушкина а вот это вот огороженная территория политеха и мы уже во дворе дома 17 как выглядит этот дом здесь двор их общий впереди арочка будет находиться для удобства и дом 26 по улице бориса галушкина так выглядит со двора здесь есть вход в общественную благотворительную организацию турмалин вот где-то здесь этот самый вход вот наверно с козырьком домиком который на и мы вновь выезжаем уже теперь на улицу павла корчагина и по ней проедем до 1 рижского проезда и так перед нами политех дом 22 строение 13 так выглядит проезжаем справа дом 15 павла корчагина 12 этажка 1973 года постройки политех у нас длинненький как минимум здесь три корпуса в разное время построенных далее уже видны дома точнее это один дом но состоит из как бы углами друг другу пристроенных 11 этажных домов одноподъездных на самом деле это один дом 1978 год и дом этот пятиподъездный на это школа 1503 и вновь дом в народе я читал гармошка называется и я бы назвал стиральной доской сразу за территории школы он здесь ограда кончается и мы повернем сейчас к дому 16 проедем мимо дом 16 улице павла корчагина на противоположной стороне по-прежнему этот самый дом гармошка заезжаем во двор дома 16 1968 год постройки кирпичная девятиэтажка вот так она выглядит тут солнце мешает немножко конечно вот подъезды этого дома на прямо 13 дом по рижскому проезду который мы также проезжали и сейчас будет проектируемый проезд который мы пересечем здесь мы проезжали только в обратную сторону и когда пересечем едем к следующему дому по улице павла корчагина это дом 14 1958 год постройки восьмиэтажка заезжаем его двор дом 14 подкачал с высотой потолков 2 метра 80 сантиметров всего-навсего или я это уже говорил но тем не менее дом с арками вот его двор видно тут горки зимой можно покататься совсем забыл про бомбоубежище практически у каждого дома есть бомбоубежище и этот дом не исключение выезжаем в арку на проезжую часть улицы павла корчагина и немножко проедем здесь вдоль объезжая детский сад на противоположной стороне здесь находится дом 11 и вот их видно и пятиэтажка дом 9 мы продолжаем объезжать детский сад далее на противоположной стороне будут две двенадцати этажки булочные дом 7 и дом 5 а а мы заедем налево вот к этому дому восьмиэтажному дом 10 по полу корчагина вот эти самые 12 этажки 71 72 год постройки едем смотреть дом 10 1956 год постройки высота потолков в этом доме подкачала два метра восемьдесят сантиметров все составляет детский сад видно 1503 77 год постройки заворачиваем поворачиваем во двор дома 10 мимо самого дома не поедем а поедем хороший такой детской игровой площадкой здесь находящийся она привлекла мое внимание и я решил проехать здесь посмотреть как она выглядит деревянная связь дерево сделано все очень красиво и добротно очень интересный красивый двор здесь находится далее мы сейчас пересечем улицу кибальчича и перед нами уже следующий дом будет дом номер восемь по улице павла корчагина а вот и улицы кибальчича дом 8 восьми этажка кирпичная 1958 год постройки заезжаем видео двор в его двор какая-то площадка спортивная находится баскетбольная не баскетбольная вот так выглядит дом высота потолков здесь уже повыше чем в предыдущем три метра составляет в советское время в доме был молочный магазин с колбасным отделом мы уже приближаемся к дому 4 куда делся шестой не знаю дом 4 9 этажный кирпичный 1970 года постройки вот мимо него мы проезжаем по его двору вот так выглядит данная территория и следующий дом как и положено дом 2 дробь 1 будет к нему мы и приближаемся неотвратимо но высота потолков в доме 4 2 метра шестьдесят четыре сантиметра эта тенденция потом после 70 года будет превалировать итак дом 2 дробь 1 восьмиэтажный кирпичный дом 1956 год постройки вот такой домик высота потолков здесь 3 метра на этом обзор то в общем то и закончен дом 3 первый рижский проезд и я с вами прощаюсь всего доброго пока у